В Кировске проверяют места проживания гостей города. Если до начала туристического сезона профилактические рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил проводились в основном на объектах торговли, общественного питания и транспорте, то сейчас этот список расширили. Сотрудники полиции и городской администрации проверяют учреждения спорта и туризма. Особое внимание местам размещения гостей. В настоящее время в проверочные мероприятия также включен и жилой фонд. Проверяется квартира, обозначенная как сдающаяся в наем. Проверочные мероприятия носят в первую очередь профилактическую направленность. Сотрудники полиции обращают внимание наймодателей на неукоснительное соблюдение санитарных норм и правил рекомендаций Роспотребнадзора, таких как соблюдение социальной дистанции, норм расселения, в частности один человек в комнате или семья в комнате, необходимость наличия справок об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию для гостей из других регионов, требований к обязательной текущей и заключительной санитарной обработке помещений. До начала рождественских каникул остались считанные дни. Тысячи любителей активного отдыха в длинные выходные традиционно потянутся в Хибины. Для них это лучший отдых, а для специалистов противоловинной службы Кировского филиала акционерного общества «Апатит» горячая пора. Что уже сделано и какие вопросы на контроле каждый день – ответы в нашем следующем материале. Сегодня рабочий день специалистов отдела лавинной безопасности Кировского филиала акционерного общества «Апатит» начинается на горнолыжном комплексе «Кукис-Умчор». Здесь, по заявке Кировской администрации, лавинщики предприятия выполняют активное воздействие на снежный покров. Городская служба во время этих работ обеспечивает посты безопасности. Мы с привлечением возможных сил и средств обеспечиваем посты безопасности по периметру опасной зоны для того, чтобы быть уверенными, что в опасной зоне нет никого из людей, никто не будет в опасности. В канун рождественских каникул обследование склонов проводится особенно тщательно. Вот и сейчас сначала принудительный спуск лавин проведут со стороны лыжного стадиона. Большая петля лыжной трассы выходит к подножию горы. А потом со стороны города. Но прежде – посты. «Ваша задача – смотреть, чтобы никто мимо вас не прошел. И главное, чтобы никто не находился в опасной зоне, в зоне видимости поста». К этому времени руководитель работ по активному воздействию уже на месте и организует процесс закладки снарядов. «Ты по центральной воронке самый южный или по центру?» «Самый южный». «Они находятся на хребте горы. И, естественно, то, что делается на стоне, не совсем хорошо видно в плане того, насколько низко или в какое место положить заряд. Поэтому я при помощи бинокля, рации, естественно, ими как руковожу, навожу». Основное – это безопасность специалистов, выполняющих работы и всех окружающих. И вот обратный отсчет. Много работы и на горнолыжном курорте «Большой Вудьявр». Регулярное обследование снежного покрова, активное воздействие, раскладка буклетов с информацией об условиях безопасного пребывания гостей, выставление предупреждающих аншлагов, своевременная расчистка их от изморози и снега, высокий уровень безопасности – это важно для современного горнолыжного курорта.